Видели, как работает мир? Да, что никто ничего не знает, но все делают вид, что все все знают и пугают. Почему пугают? Потому что если ты будешь говорить, что все будет хорошо, людям неинтересно, они не верят. Почему они не верят? Потому что их рептильный мозг, у них включен вот этот вот рептильный мозг, змей, который внутри живет, теперь каждого из нас. Помните вот этого змея, который Адам Решона, первого человека, совратил? Вот этот змей теперь живет в каждом из нас в виде рептильного мозга, вот этот инстинктивный мозг. И он неплохой, тот змей тоже не был плохой, того змея кто послал? Бог послал того первого змея. Это такая игра, что тебя внутри совращает вот этот вот змей. У каждого из нас внутри есть персональный змей, значит, рептильный мозг инстинктивный. Снаружи у каждого из нас есть сатан, он неперсональный сатан, он глобальный. Как раз мы вчера изучали, во время поста можно изучать книгу Йова. Книга Йова это как раз о страданиях, о раскаянии. Это удивительное для меня было в книге Йова или 42, или 46 глав. То есть, представляете, она очень длинная. То есть, если, например, в притчах царя Соломона 31 глава, в Мишлей, если в Коэлите, в Экклезиатске 12 глав, то есть царь Соломон за 12 глав разобрался со смыслом жизни, то в книге Йова или 42, или 46 главы, вот я сейчас почему-то не складываю, но точно не меньше, чем 42. И там разбирается, почему есть праведник, ему плохо, страдания и так далее. Очень-очень как раз подходит под 9 глава книга. И там есть в книге Йова, как бы преамбула, о чем она? Что собрались, написано, все ангелы собрались перед Богом. Это была Роша Шана. И пришел также сатан. Сатан это один из ангелов, которого задача совращать людей, чтобы было честно, да, чтобы было, вот есть Бог, добро, свет, вечность, любовь. Ну, то есть, кто может выбрать зло при этом? Зло, гибель, смерть, боль, страдания. Ну, это не равноценный обмен, да, то есть, это не выбор. И тогда сатан, у него как раз задача, чтобы уравнять вот этот выбор, свободу выбора, как раз придумывает разные объяснения такие, там, Дарвин, например, вот. А Дарвин что? Это все сатан придумал Дарвин. Не было никакого Дарвина. Сатан придумал этого Дарвина, да. И вот этот сатан приходит тоже туда, среди всех ангелов. Бог ему говорит, ну что говорит, как ты работу свою выполняешь? Он говорит, выполняю работу, все, коммунизм придумал, там, все придумал, значит, все выполняю. А Бог ему говорит, а видел ты, обратил внимание на Йова, праведника, какой человек хороший, да? Как он живет, как он живет на земле, посмотри. А у Йова было, у него было, он был святой, он был богатый, он всем помогал, у него было семь сыновей и три дочери. И он, значит, так их воспитал, что они каждый день, семь дней в неделю, каждый день они собирались у одного из братьев дома, все в десятером, все дети, и устраивали пир, совместный ужин такой, то есть дружили. Так семь дней у них проходили семь пиров у каждого из братьев по отдельности. И Йов в каждую неделю приносил жертвоприношение для того, чтобы вдруг они подумали, написано, вдруг они подумали про мысль, а что-то они где-то согрешили. То есть он был уверен, что они в действиях не согрешили, в словах не согрешили, но в мыслях, если они согрешили, так он приносил за них жертвоприношение. И бог Сатану говорит, видел ты Йова, праведника? А Сатан ему отвечает, а что он говорит, просто так праведник? Ты посмотри, как он живет. Что он за бесплатный праведник, да, Йов? Конечно, он праведник. У него стада, там у него было написано, он шесть или семь тысяч овец, пятьсот или тысяча верблюдов. Ну, то есть он богатый, он успешный, все у него хорошо, десять детей. Конечно, он праведник. А Сатан говорит, но если бы у него все это забрать, вот тогда бы он бы против тебя выступил. Бог говорит, все, я тебе отдаю его всю. Он в твоей руке, говорит, посмотрим. И, значит, следующая глава рассказывается. Йов прибегает к нему один посланец и говорит, напали там какие-то черти, напали, значит, стада угнали, всех убили, пастухов. Я один спасся. Он, значит, только этот закончил, говорит, второй прибегает. Стада угнали, пастухов убили, один я спасся. Третий прибегает, говорит, дети, значит, все сидели на перу, все десять детей. Значит, тут налетел какой-то ветер и повалил этот шатер, все погибли. Значит, и вот так вот в течение одного дня он все теряет. И порвал написанное Йово одежду свою на себе и говорит Богу, как голый я в этот мир пришел, так голый я из этого мира уйду. Бог дал, Бог забрал и добудет благословенное имя Бога во веки веков. На следующий год, опять там продолжалось, в общем, 42 главы, 42 главы Сатан пытался Йова совратить через, к нему друзья пришли, которые с ним вели беседы разные. В общем, в итоге последняя глава, последняя глава Бог говорит, что вот Йов, видишь, выдержал он все испытания, вернул Йову все богатство, вернул Йову детей. Но там написано, что вернулись дети, но это, скорее всего, у него была новая семья, и после этого он прожил еще 140 лет. Если вы посмотрите в Витипедии, то в Витипедии, да, есть места, где похоронен Йов, где-то 5-6 есть мест, претендующих на то, что там похоронен праведник Йов, что это был он праведник и в мусульманстве есть про него предания. В общем, есть на Востоке предание, что об этой истории дошло до очень многих народов, и есть там несколько мест, которые претендуют, что именно там он похоронен. Но я задал вопрос искусственному интеллекту по поводу того, где похоронен Йов, и получил такой ответ, что это не важно, вообще это не важно, где он похоронен, потому что книга написана не для того, чтобы мы искали, где похоронено его тело, а для того, чтобы мы задумались о том, как работает этот мир, как он устроен, ну и так далее. То есть смысл там абсолютно не в том, где он похоронен. Хорошо, дорогие друзья, значит, это мы поговорили немного о вчерашнем дне, поговорили мы немного о том, как работает система, о том, как нам с вами повезло, что мы сейчас имеем возможность изучать Тору и ознакомиться. И мы возвращаемся к книге, которая называется «Книга о человеческих достоинствах или пути праведника». И мы дошли в этой книге уже до 26 главы, которая говорит о раскаянии. Раскаяние – это качество, можно назвать его качеством, да, в принципе, все, что есть у человека в мышлении, можно назвать это качество ума, качество характера. Но характер-то тоже в уме находится, правильно? Где находится характер? Характер – это установленные, уже проработанные модели поведения, к которым человек привык. И именно их мы называем характером, потому что у кого-то, кто-то привык там, например, себя преодолевать, работать над собой, кто-то привык достигать. И говорят, вот у него характер такой, он привык к этому. А чего он к этому привык? Какие-то периоды жизни, как китайских девочек, им на ногу надевали башмачок такой, деревянный, и у них нога не росла, потому что некуда была расти, она как бы уродовалась, да, очень, очень жалко этих девочек. И они потом вырастали, такие у них ступня не держала их, вот такая была ступня, и они вот так вот еле-еле ходили, и в Китае это считалось красивым. Такие вот китайцы, они, конечно, странные люди, эти китайцы. Характер человека, это примерно то же самое. В разные моменты взросления, обстоятельства жизни, они человека заставляли для выживания, для того, чтобы не испытывать страдания и испытывать в жизни больше удовольствия, вырабатывались качества характера. Это как шрамы на коже, или как ломаются кости, потом она там срастается, костная мозоль. Также качество характера, это такие вот шрамы на душе, можно так сказать, шрамы на мышление. Я помню, вот в детстве нам говорили, да, в спорте, например, говорили в спорте так, что вот там надо, то, сё, ты не мужик, если ты там не стремишься, добежать надо, ещё раз добежать, всё. Или говорили так, вот в армию пойдёшь, там тебе характер воспитают. Конечно, характер воспитают, потому что если ты в армии не будешь вставать утром, да, вовремя, то что, тебя изобьют просто, и вот тебе воспитали твой характер. От страха, что тебя изобьют, ты, значит, начинаешь вовремя вставать и боишься, и потом уже тебя не избивают, но ты продолжаешь бояться, что тебя изобьют, если ты опоздаешь. Вот и весь характер. Значит, вот мы изучаем чува. Чува – это такой механизм раскаяния, который Всевышний нам дал для того, чтобы мы могли вернуться и избавиться от этих шрамов на душе и шрамов на мышлении, которые преграждают нам путь ко Всевышнему. То есть грех – это тёмное пятно, которое создаётся из-за выполнения запрещенных каких-то действий, которые Бог назвал злом. И в этот момент, когда человек совершает то, что называется зло, то он создаёт такую дымовую завесу у себя в душе, которая его, как сказать, закрывает от него божественный свет. Теперь, так как все вот эти вот действия, которые запрещены, они шли по системе мысль-слово-действие, то и исправить это можно тоже мысль-слово-действие. Вот мы сейчас изучаем уже целая глава, подходим уже к завершению её. Как делать раскаяние? И сейчас мы дошли до… Мы изучаем сейчас лайфхаки. Дошли мы на прошлом уроке, перед постом был урок, который назывался «Молитва – это самое мощное средство». Молитва – это прямой разговор со Всевышним, в котором человек просит у Всевышнего, чтобы он как раз и откатил версию назад, в котором в этом разговоре, в молитве. Человек берёт на себя обязательство больше не грешить, не делать эти запрещенные действия. И как раз молитва – это самый мощный такой… Ну, он 15-й лайфхак, но это обязательное условие для раскаяния. И тут интересно, что преступник должен умолять Всевышнего, просить не наказывать за все преступления, просить прощения и искупления и милосердия. И следует молить Всевышнего помочь в раскаянии и открыть врата очищения. Таара. Я вчера поехал во время поста, поехал я, съездил на кладбище на могилу Равыска Козильбера. У него как раз был Йорцайт, был позавчера, 8-го ава он ушёл из этого мира, его хоронили 9-го ава. И я как раз у 9-го ава поехал туда как раз, где его могила, это недалеко от моего дома ехать, минут 15 всего. Я там, ну, помолился, всё такое, и спрашиваю, вот как мне установить контакт со Всевышним напрямую, чтобы получать напрямую ответы. А у меня есть GPT-чат, в который вбиты все письма Рэба Любавичского. Я туда тоже написал вопрос, как установить контакт со Всевышним прямой. Очень хочется, чтобы напрямую получать от Всевышнего ответы на вопросы, и хотелось бы получать задания. То есть, жизнь же это всё время, ты что-то делаешь, и хочется получать задания от Всевышнего. И там был ответ, что, ну, ответ как бы очевидный. Чтобы установить связь со Всевышним, нужно изучать Тору, изучать волю Всевышнего, молиться и делать заповеди, делать митцвот. То есть, конкретные заповеди. И в конце было добавлено, и в молитве нужно просить у Всевышнего, чтобы он конкретно тебе, значит, указывал, что тебе нужно, и как тебе действовать, то есть, об этом нужно просить. И здесь вот тоже написано, что следует молить Всевышнего, помочь в раскаянии и открыть врата очищения, врата вот этого Таара, чистота души. Потому что что мешает нам принимать сигнал от Всевышнего? Мешает принимать сигнал от Всевышнего, как эфир забит. У человека есть внутри постоянные какие-то шумы. Да, вот шумы, значит, какие шумы есть? Ну, шумы есть, потому что у каждого из нас огромный информационный поток, который мы получаем в течение дня. Новости, какие-то там источники информации другие. Очень много внутри уже вбито, прям вбито, впечатано в интеллект, нервную систему каких-то мыслей, стихов, песен. Постоянный шум идет такой, идет шум. И именно этот шум, он заслоняет, заслоняет вот эту вот внутреннюю связь со Всевышним. Надо молиться о том, чтобы как раз вот эти вот врата очищения, Таара, это как духовное очищение. И что интересно, что вот эта практика, которую практикуют бресловские хасиды, выходить каждый день на час на природу и на природе разговаривать со Всевышним, это очень сильно очищает. То есть это очень такая очищающая практика. Шестнадцатый, шестнадцатый лайфхак, это исправление садейного, это мы проходили уже, да. Если обидел людей или украл и так далее, нужно вернуть. Если нечем вернуть, нужно молиться, чтобы Всевышний дал возможность вернуть. Семнадцатое, состоит в том, чтобы стремиться за деяниями добра и правды. Как говорил в Мишлице царь Соломон, что добром, хасидом и правдой истиной искупается грех. То есть если человек, он набирает то, что мы говорили, набирает плюсы, да. Тут сдака, там сдака. Каждый раз митсват сдака, заповедь сдака, заповедь сдака, заповедь сдака. Потом заповедь любить Всевышнего. Я люблю Всевышнего. Все, я сейчас выполняю заповедь любить Всевышнего. А как любить Всевышнего? А я благодарен Всевышнего за то, что я могу видеть, слышать и так далее. То есть через благодарность Всевышнему выполняется заповедь любить Всевышнего. Оп, я боюсь Всевышнего. Тоже заповедь. Я боюсь Всевышнего. Как я боюсь Всевышнего? Ой, боюсь, боюсь Всевышнего, значит, как бы мне не согрешить сейчас, как бы мне, значит, чего не нарушить. Вот бояться Всевышнего это не бояться последствий своего греха, а бояться греха. То есть люди боятся каких-то травм, болезней, боятся грабежа, ну и так далее. То есть люди боятся негативных последствий своих негативных действий, а бояться надо своих негативных действий, которые могут вызвать потом последствия. И в этом страх перед Всевышним, что я боюсь согрешить и вынудить Всевышнего сделать мне плохо. Вот этого надо бояться, это называется по-настоящему харидим, от слова харата тревога, тревожащийся. Как говорил царь Соломон в притчах царя Соломона, как он говорил, ашрай агевр мифахет тамид. Счастлив человек, который пугает себя всегда. Не боится всегда, а именно пугает себя. Потому что не надо бояться все время, нужно вот заповедь. Я боюсь Всевышнего, я боюсь согрешить, я боюсь ошибиться в выполнении заповеди. И тут же переходить на плюс, на молитву. Всевышний, пожалуйста, сделай так, чтобы я хотел только поступать правильно. Чтобы я хотел только идти по твоим путям. Чтобы я хотел только выполнять правильные действия для себя, для своего добра, для мира, для людей. Все, дай мне, пожалуйста, для этого благополучия, ресурсы мне, моей семье. И значит, чтобы я не хотел грешить, чтобы я... А как не хотеть грешить? Чтобы я только хотел выполнять волю Всевышнего. Отодвинься от зла, говорил царь Давид, и делай добро. Поэтому нельзя, не надо просить, чтобы я не делал там, например, человек, на простом примере, хочет бросить курить. Чтобы я не курил, чтобы я не хотел курить. Не помогает. Пожалуйста, Всевышний, дай мне желание заниматься спортом. Дай мне желание медитировать. Дай мне желание делать то, что избавит меня от этой пагубной привычки. То есть человек, он не может жить в пустоте. То есть можно только поменять плохое на хорошее. Это вот этот вот семнадцатый лайфхак, чтобы для того, чтобы раскаяться, нужно... Нужно добром и истинно искупается грех. Если же преступник не раскаялся, не вернулся к Всевышнему, это не помогает. А нужно как сделать? Добром и правда искупается грех. Говорится о тех, кто раскаялся. Для окончательного искупления, которое обычно идет или через страдания, или через позитивное выполнение многих заповедей. Таким образом, добро защитит преступника и убережет его от страданий. То есть есть такие преступления, за которые раскаяние только останавливает наказание, но для очищения нужно или страдание, или ты можешь поменять страдание со знаком плюс на выполнение многодобра. Конечно, выгоднее выполнять многодобра. И вот, значит, так он пишет. Таким образом, добро защитит преступника и бережет его от страданий, а также спасет от смерти. Как сказано, милостыня цдака спасает от смерти, в притчах написано. Но есть еще и преступление такое, которое называется хилуляшем, оскорбление имени Всевышнего. И в этом случае раскаяние и йомтипур и страдания только защищают, но только смерть дает окончательное искупление. То есть, если человек проклинал Всевышнего, там шел против Бога. Но, когда человек раскаивается и пробуждается к правде, тогда прощается даже грех оскорбления имени Всевышнего. То есть, через, вот представьте ситуацию, был, значит, человек грешник, он был, например, он был чуть-чуть грешный, да, Маугли, он не знал вообще, что он грешит. Вот такой был, ну вот, искривленный, но не знал, что он искривленный. Оп, он понял и сразу же он стал прямой. Видите, как легко, если он был вот так вот искривленный, он стал прямой. Оп, все. Ему сразу раскаяние все исправило. Потому что, в принципе, этот человек хороший, видите, он в эту сторону. Или если он делал преступление уже так долго, такой воровал, обижал, избивал, был такой преступник-преступник. Или он хочет, он понял, что он был преступник, хочет исправиться. Оп, а его обратно. Не исправился. Или ему, чтобы исправиться, нужно перегнуть на другую сторону. Вот, видите, он перегнулся на другую сторону. Делал добро, раскаивался, молился, просил. Прошло время, оп, он уже прямой. А если он был вот такой вот, что он даже проклинал имя Всевышнего. Он был вот такой, вот такой. Ну, то есть он был уже вот такой прям, искривленный, кривой-кривой. Вот такой вот. Как ему выпрямиться? Он раскаялся. И он типу не помогает, видите, не помогает. Тогда ему что нужно сделать? Ему нужно перегнуться вот сюда. И он становится, начинает сам проводить уроки Торы. Он поддерживает уроки Торы. Он учится. Он сел в Ешиву там учиться. Он делает, то есть большую часть дня читает псалмы. Все. Прошло время, он цадик. Причем вот такой цадик, который написано, что там, где стоят раскаившиеся грешники, туда цадики не могут добраться. Потому что он преодолел такие сложности, он такие сделал сверхусилия. Что, естественно, что его положение и состояние намного выше, чем того, кто этих усилий не делал. 18, вот тут я с 18, я чуть-чуть не очень согласен. Но это все-таки один из величайших раввинов. Он тысячу лет назад жил. Но 18 лайфхак, я, честно говоря, не очень понимаю, как он помогает. 18 лайфхак состоит в том, чтобы преступления грешника всегда были перед его глазами. И он не забыл их. Как сказано в псалмах, Таилин 51, Псалом 5 отрывок. «Ибо ведаю я свои преступления, и грек мой всегда предо мной». Допустим, какой-то человек, он грешил, и он грешил, там, занимался развратом, к примеру. Если он будет все время вспоминать, как он занимался развратом, то даже вспоминание о разврате уже разврат. Он не может, он не может. Воспоминание о разврате – это уже разврат. И поэтому вот в этом случае, наверное, не надо вспоминать, там и картинки развешивать. Но если он, например, воровал, то он вспоминает об этом, чтобы зачем. Значит, получается, что тот человек, который согрешил, то зачем ему это вспоминать? Когда он вспоминает, это его побуждает, может быть, от обратного, да? То есть, оно побуждает его еще больше раскаиваться, делать добро. Если он вспоминает, как он грешил, то он не будет гордецом, что я вот такой вот непогрешимый, да? То есть, он… И третье, он, наверное, будет опасаться согрешить, возможно. Но вот этот лайфхак, как бы, тоже он есть. Девятнадцатое, давайте, девятнадцатое, чтобы уже сегодня закончить. Или ладно, девятнадцатое и двадцатое завтра уже. Значит, хорошо, давайте подведем итог. Подводим итог, что, слава богу, у нас есть возможность сделать раскаяние. Слава богу, возможно, откатиться в ту версию, где у нас еще не было шрамов, да? Шрамы – это те душевные качества, которые обычно делает человек… Вот почему человек становится там жестоким или черством, или циником, или скептиком? Он так рос, у него выхода другого не было. То есть, если бы он в то время не выработал у себя вот эти вот качества, ему было бы в тот момент жизни было бы тяжело. Но когда у человека они закрепляются и становятся его натурой, то тогда она может ему на сегодняшнем этапе жизни очень мешать. Поэтому раскаяние – это пересмотр и вернуться к тому моменту, в котором мы все были чистые, светлые и духовные. Нет, был когда-то такой момент у каждого человека. Понять, что правильно с точки зрения Бога, а что неправильно, и начать себя заново строить уже из материала божественного. Божественный материал – это Тора, Псалмы, это притчи царя Соломона. Любой человек может выучить 915 отрывков притчи царя Соломона. Выучите наизусть. И когда вы выучите их наизусть, плюс 244 отрывков экклезиасти. Значит, если вы все это выучите наизусть, всего лишь там 1200 отрывков, но так, чтобы прямо пропечатать их в своем сознании. Все, вы царь Соломон. У вас мудрость такая, что можете просто сидеть вот так вот, сиять и к вам будут все приходить и говорить «Юлия Паченко». А Юлия такая «Да, здрасте, я не Юлия Паченко, я царь Соломон». Потому что я знаю уже полностью, как он думал. Я сейчас вам… Я даже не царь Соломон. Тот, кто… Почему говорят, что Бог – Отец? А кто такой Отец? У тебя был на кладбище вчера? У меня там похоронен мой Отец физиологический Борис Исаакович Пентусевич Захранолевраха. И там же похоронен мой духовный Отец Сравыцкак Зильбер Захранолевраха. То есть, получается, что Отец – это тот, у кого ты учился. И когда человек принимает учения, как царь Соломон, в Мишле обращается все время «Сын мой», «Шмабни», он говорит «Слушай, сынок». Так когда ты принимаешь, действительно, ты слушаешь то, чему он учил, ты становишься сыном, как у царя Соломона или у царя Давида. Или можно стать сыном у Всевышнего, если слушать Тору. Это очень просто. Все, удачи, успехов. До завтра. Спасибо, чтобы Всевышний благословил нас всех, дал нам благополучие, энергию, силу, деньги, здоровье, для того, чтобы мы шли по правильному пути. И чтобы вот этот свет, мы, кстати, растем благодаря вам. Спасибо огромное всем партнерам, партнерам, спонсорам, друзьям ВАИКРА, которые помогают деньгами распространять наши уроки Торы. В прошлом месяце более 30 тысяч часов просмотра уроков Торы получилось, в общем, по всем каналам ВАИКРА, всех уроков, всех лекторов, и мы хотим прийти к миллиону часов. Вот когда у нас будет миллион часов в месяц прослушивания и изучения уроков Торы, то этого света божественного хватит, чтобы пришел мыше. Так что присоединяйтесь. Значит, каждый доллар превращается в среднем в 4 часа. И нам нужно собрать всего лишь, получается, для миллиона часов, где-то получается там, ну, я не знаю, сколько надо собрать. В общем, доллар у нас превращается в 4 часа просмотра урока Торы. Это удивительная конверсия, потому что мы идем во всех соцсетях, везде, и те уроки, которые идут, мы их продвигаем. В общем, присоединяйтесь, вместе будем освещать мир Торой. Все, всем пока, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok